Ученики 2-го класса закрепляют пройденный материал за компьютерами. Он в Новой Шымкентской школе предусмотрен для каждого школьника. Ученики начальных классов удивляют гостей знаниями не только родного языка, но и английского. Обучение в 135-й школе ведется на трех языках. На сегодняшний день время другое, уже есть возможность индивидуально заниматься в классе. Есть определенные наушники, где можно только слышать тот ученик, который задается вопрос и тот может отвечать. Индивидуальных занятий необходимости уже нет. Конечно, возможность те времена, которые в наше время не было даже нехваткой преподавателей английских или других языков, немецкий, французский. Сейчас на сегодняшний день этот язык является неофициально третьим развивающим языком в нашей стране. И тогда у нас в пятом классе, я помню, мы начинали изучать английский класс. Сейчас наши дети с первого класса могут изучать международный язык, всеобщий международный английский язык. Новая школа в микрорайоне Шумсити рассчитана на 1200 мест. Из-за пандемии учебное заведение пока заполнено наполовину. Ученики начальных и дежурных классов обучаются в традиционном формате в школе, остальные в онлайн-режиме. Строительство школьного здания началось в 2017 году. Стоимость проекта 1 миллиард 448 миллионов тенге. В ближайшие годы в быстро растущем микрорайоне появятся еще четыре школы. По проекту здесь вообще-то планируется еще дополнительно четыре школы. Один из них планируется, конечно, интеллектуальные школы, еще международные школы строятся нового типа. Помимо этого социальные школы тоже будут строиться. До конца года аварийных школ в Шымкенте станет на одно меньше, а количество трехсменных сократится с 19 до 14. Шанару Уразова, Ерлан Бексаидов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Утрар».